Вот это была достаточно редкая анимация, вы видели? Он укусил его за ухо, он укусил Кевина за ухо. Конкретно по фильму это был агрессивный рёв, но, честно говоря, здесь он больше выглядит как добрый рёв. Ну, учитывая, что в рёве на R у него светятся головы, что означает, что это агрессивный рёв. Он был агрессивным по фильму, я так понял. Не ешь Рок Кевина. Так, ладно, мне это надоело. О, в проекте обновь с Зилой. Ну что же, здравствуйте. По названию канала вы меня и так знаете. И я решил сделать обзор на Зилу в игре Project Kajer. Давайте заходим. Так как эта панель забита, для него сделали новую, стоит он 2750 G-клеток. Ну, я его тут уже купил, потестил. И сейчас покажу, как за него играть. Точнее, что он умеет. Заходим. Ну вот, мы заспанились. И давайте в первую очередь, конечно же, рассмотрим модельку. Моделька выглядит стандартно для Project'а. Не слишком детализирована, но вполне терпимо. Здоровье у него 685 единиц. Но это не КУ, где всё в основном решают характеристики. Давайте посмотрим на анимацию ходьбы. Мне почему-то кажется, что у него лехи немного выходят из того места, где они должны быть. Но анимация ходьбы мне нравится. Вполне терпимо. Давайте играл послушаем. Ну, выиграл в Зилу и так знаете. Давайте теперь бег. Он, я так понимаю, самый быстрый по скорости передвижения Кайдзю в этой игре. Если Кирю и Меху учитывать без реактивных двигателей, да даже с ними, и то не факт, что они его могут обогнать, то Зилу это быстрейший Кайдзю в этой игре. Так, теперь давайте посмотрим на комбо на левую кнопку мыши. Кайдзю в этой игре. Так, давайте посмотрим на С. Делает кусь два раза. Эту атаку, кстати, можно и во время движения использовать. Давайте Икс. Атаку можно использовать как для нападения, так и для того, чтобы сбежать. Ну, к примеру, термоядерный скорбь бомбанет и реагирует. Вы уже понимаете, что Гидора сейчас уйзанет свою ульту. Поэтому довольно-таки полезный навык. Так, ну и С. Просто бьет башкой. Давайте теперь. Как он хватает. В кавычках. Просто напрасно начинает грызть. Он не Рейнон Раптора напоминает. Он очень высоко прыгает. Ну, это, в принципе, и понятно. Кстати, если вы заметили, у него во время прыжка не тратится выносу. Так, давайте еще Бугок посмотрим. Блин, мне кажется, с эффектом тут схалтурки. Время прыжка у него не тратится выносится. Как по мне, это делать в какой-то имбой. Но, по идее, это должны пофиксить. Хотя, че я жалуюсь? Я ж люблю, когда так делают. Давайте еще кое-что покажу. Во время прыжка можно использовать З и С. На З он делает кувырок. На целом просто напрягивает сверху. Ну и давайте посмотрим на ульту. Сейчас только за кристаллом надо сбегать. Зачем я, конечно, все три разбиваю непонятно. Вот так прикольно. Как вы поняли по ульте, это Зила старший. Хотя, по окраске напоминает младшего. Почему не ввели самого Зилу младшего в игру, мне непонятно. Вместе с самим Зилой был добавлен для него скин. И сейчас я его вам продемонстрирую. Ну и вот этот скин. Называется он Клоун Зила. Стоит он 7000 чем-то. Я уже забыл, если честно. Я так полагаю, это отсылочка на клоуну Пенни Лайзи из фильмов ужасов Оно. Помимо внешнего вида, он отличается еще тем, что у него постоянно открыта пасть. И там видна кровь. Скин, в принципе, прикольный. Мне нравится. Хотя, это, наверное, потому что я уже к нему привык. Еще увидите, что у него на хвосте есть колокольчик. Хотя я бы добавил красные шайки на нитке. Потом бы все удивлялись. Почему он не лопается от бесконечных атак? Никаких изменений в плане эффектов он не добавляет. То есть это просто для самого Зилы. Эффекты не меняются вообще. Как я уже сказал, он стоит 7000. Вроде с 600. По мне, как-то дороговато. И неоправданно. Если тот же Единой Гидора был оправдан. Но, как по мне, этот скин не стоит своих 7000 с чем-то. Но если бы он зашел, то можете, в принципе, купить. Ну и сейчас будет небольшая нарезка геймплея. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ну и давайте я вам покажу один прикол за Зилу С его помощью можно взбираться на воздушность То есть, к примеру, вы зашли на ту арену, где вот 4 колонны, не помню как она называется Вот, вы можете просто залезть на ту колонну и просто там сидеть, просто поугарать над всеми Ну и на этой ноте обзор заканчивается, я надеюсь вам понравилось Такой формат видео я не думаю, что буду выпускать на постоянной основе Говорю, что еще можете сказать? Всем пока и удачи!